Здравствуй, дорогой мой друг! Любите ли вы сказки, как люблю их я? То волшебство гармонии прекрасной, которым наполнены страницы этих волшебных произведений, те смыслы, которые заложены в них, то, что они несут в себе, то, что они даруют, то, что можно в них увидеть и постичь с годами, они раскрываются все больше и больше, как удивительно, многолепестковый цветок мудрости. И с каждым лепестком аромат становится все насыщеннее, гуще, восторг усиливается. И на уста сниспадает улыбка. Казалось бы, простая аллегорическая форма, казалось бы, простые образы, а сколько смысла и мудрости, а сколько знаний, а сколько в них заложено. Если задуматься, казалось бы, над самыми простыми сказками, то в них можно увидеть ответы на важные жизненные вопросы, дилеммы, проблемы, задачи. И, почерпнув эту глубину мудрости знания, что заложено в сказках, сделать тот выбор, который приведет к желаемому результату. Космический смысл сказок Для чего придуманы сказки? На этот вопрос можно ответить по-разному. Одни скажут, что они созданы для детей, чтобы развлекать их. Вторые посчитают, что с помощью них учат уму разуму. И это, конечно, все так. Но помимо всего известного о сказках, в некоторых из них содержится еще один тайный смысл – космический. Через отдельные сказки высшие учителя стараются познакомить детей с тем, что находится за пределами их восприятия или человеческого познания. Рассмотрим несколько таких сказок. Например, в них часто встречается, что главный герой в поисках чего-либо доходит до распути трех дорог, где лежит камень с надписью. Не стараюсь привести ее точно, но в смысл надписи в следующем. Налево поедешь – себя потеряешь. Направо поедешь – коня потеряешь. Прямо поедешь – женатому быть. В такой завуалированной форме человеку сообщают о наличии программы его развития, в которой всегда имеются варианты выбора. Ведь в зависимости от того, насколько удачно он свершит выбор в своих действиях, будет складываться вся его дальнейшая жизнь. Он может погибнуть или остаться живым, может быть несчастным или счастливым. Жизнь его ближайшего друга, в данном случае коня, тоже, оказывается, зависит от его выбора. Но под другом понимаются и ближайшие родственники, и знакомые. Жизнь очень многих людей, связанных с ним, зависит от его выбора. А человек этого часто не замечает. То есть он всегда должен думать, что последствия совершаемого им действия могут смертельно ударить по-другому, даже тому, кого он любит. Но можно избежать любых потерь и пойти праведным путем, прямым. Испытания на нем будут. Но они помогут быстрее достичь цели. Для человека всегда очень важен тот выбор, который он делает во многих жизненных ситуациях. Поэтому эта сказка учит ребенка задумываться о последствиях своих поступков. Учит предвидеть будущие ситуации в зависимости от совершаемого выбора. Спасибо за внимание. Сказка-ложь, да вне намек, доброго, милая, доброго. Милая. До свидания. До свидания. До свидания.